16 гонщиков, 4 круга от старта до финиша и всего минута на заезд. Но за это время гонщики получают всплеск адреналина, а зрители – волнующее зрелище на треке. Открытый чемпионат Приморского края подарил все эти эмоции собравшимся на стадионе «Патриот». Но среди участников соревнований не было многократного чемпиона Приморья, любимца публики у сурийца Андрея Иванова. После командной гонки у нас подломался мотоцикл, мой мотоцикл. Мы поехали его тестировать между гонками вчерашней и сегодняшней на озеро. Я просто так получилось, что упал и получил травму, и поэтому не смог сюда ехать из-за травмы. Спортсмены азартно балансировали на треке между победой и опасностью. Ведь аварии случаются даже с опытными гонщиками. И эти заезды омрачило происшествие в самом начале соревнований. Александр Котлер после финиша вылетел за ограждение. Под ножкой его мотоцикл зацепил бруствер, и гонщик приземлился среди толпы зрителей. Вовремя подоспевшая карета скорой помощи забрала Александра в больницу. Неравнодушная аудитория тут же начала сбор средств на лечение мотогонщика. Хотел догнать, но не получилось. Получилось падение. Нежелательное падение, просто я не знаю, как-то он опытный. Ну, всякое бывает со всеми, поэтому тут некого винить, что такая ситуация. Известны уже какие травмы или пока что еще все под вопросом? Ну, известно, ребра и рука такое. Ну, я думаю, что дай бог, все будет нормально, подзолнечник целый, все целое. Прошлые выходные гонщики ехали в рамках командного кубка ДСА в Дальнего Востока и Сибири. В этот раз на чемпионате края мотоциклисты соревновались уже в личном зачете. Высокая скорость, сколы льда, плохая видимость заставляли гонщиков принимать решения в считанные секунды. Борьба на ледовом треке ожесточенная. И до последнего заезда шла борьба за призовые места. Каждый заезд ездишь на пределе умения, возможностей. В командной гонке немножечко тактика командная. То есть ты не один, а с напарником по команде. И то есть немножко по-другому строишь гонку там. Или прикрываешь его, или он тебя там. Ну, по-разному. А личная гонка – это уже все, что ты умеешь сам. Гонка длилась два дня. После первого в лидерах был гость из Благовещенска – Роман Акименко. В позапрошлом году Роман вышел из тени и сумел оставить позади в одном из заездов уссурийского фаворита Андрея Иванова. В этот раз Роман Акименко с первого заезда взял курс к победе. Технический вид спорта, тут расслабляться нельзя никак. В любом случае, надо технику готовить, самому настраиваться, конечно. И Роман не прогадал. По количеству заработанных очков гонщику из Амурской области можно было даже не ехать последний заезд. Золото уже было у Романа в кармане. Его земляк Александр Туровец следовал по пятам за ридером и увез с собой серебро. Но все же одна медаль осталась в уссурийске. Бронзовая награда досталась Владимиру Матишу. Второй этап чемпионата Приморского края пройдет в Дальнегорске и третий в Спаске Дальнем.